Попробуйте решить албанскую олимпиадную задачу. Давайте по порядку. Какой может быть х? Ивлеева говорила, что не меньше 15 сантиметров. А в нашем случае больше либо равен минус двум. Уверен, мой вариант больше понравится мужикам. Больше либо равен, потому что факториал можно брать только из неотрицательного числа. Да, и с нуля тоже. Об этом я рассказал в последнем шорце. Помимо этого, выражение в скобках должно быть еще и целое. Иначе дробный факториал вычисляется через гамма-функцию. А я из греческого алфавита признаю только сигму. И давайте вспомним, что такое факториал n. Произведение всех гетеросексуальных чисел от 1 до самого n. А значит факториал x плюс 6 можно представить как 1 на 2 и так далее на x плюс 5 на x плюс 6. От 1 до x плюс 2 это по сути факториал x плюс 2. Заменим получившимся выражением факториал x плюс 6. А факториал x плюс 2 теперь можем сократить. Осталось дело за малым. Всего лишь раскрыть все скобки и решить уравнение четвертой степени. Поехали! Нет, естественно это слишком долго. Попробуем как-то сгруппировано умножить. Можем заметить, что произведение этих двух скобок даст x квадрат, 6x и 3x. В сумме 9x, а оставшихся двух других, также x квадрат плюс 9x. По сути при произведении этих пар выйдут одинаковые квадратные выражения. И отличаться будут только свободными коэффициентами. Дальше мы конечно можем заменить это выражение за t, а другое за t плюс 2. Но мы же все-таки хитрожопые математики. И заменим за t x квадрат плюс 9x плюс 19. Тогда эта скобка будет t минус 1, а это t плюс 1. Получится вормула сокращенного. И не надо будет сверхтужиться с дискриминантом. Вормулу сворачиваем и 1 переносим. Получается t квадрат равно 1681. Надо извлечь. Последняя цифра 1, а само на себя дает единичку при произведении только 1 или 9. Это возможные последние цифры нашего числа. Определим десяток. 1600 это произведение 40 на 40. То есть наш корень либо 41, либо 49. Но 41 очевидно ближе к 1600. И скорее всего это и есть наш корень. Проверим. Подходит. Получается плюс-минус 41. То же самое могут говорить гуманитарии, когда их спрашивают какую у них IQ. Получается два уравнения и осталось только найти корни. Из первого получается минус 11 и 2. Первый естественно не подходит. А из второго дискриминант меньше нуля. А комплексные корни мы находить не будем, потому что это удел лохов. Опять петарду взрывает. Получив только такой ответ, не могу не добавить. Если вам нужен репетитор по математике, пишите мне по ссылке внизу. И как всегда, спасибо за просмотр.